Приветища! Это зомби-эйсер и мой робопёс, которого я люблю гладить молотком. Вот так вот, хорошенький мой. Короче, делок ночь. Потому что у нас 15.29, скоро будет темнеть. А я ещё хотел пошариться вон по тому домику, и вон там вот где-то и за кустами. Короче, тут дофига домов. Вот, и я ещё в комментариях почитал, что оказывается, я сумки-то шил, но я в инженерном столе их не апгрейдил для робопса. Да, поэтому их и не видно, и они не ставятся. В общем, они просто закинулись, как в инвентарь обычно, и всё. Поэтому мне нужно найти инженерный стол. Его здесь, к сожалению, моему глубокому сожалению, нет. Его придётся сделать. Надеюсь, что я смогу его сделать и поставить тут. Тогда я нацеплю на робопса эти сумки, и наконец-то модули будут работать. А я-то думал, что это разработчик накосячил, а всё, как обычно, я накосячил. Ладно. Пойдём шустрее. У нас 15.43. Насчёт динамита. Сказали, динамит типа не трать. Он тебе пригодится ещё. Там где-то что-то надо будет подорвать. То ли ворот какие-то, то ли заброшку какую-то. В общем, сказали не трать на зомбарей. Ну, посмотрим. Посмотрим, как получится по ситуации. Может всякое произойти. Может быть, я в лодку зомбарю засуну, его разнесёт к чертям, потому что у меня кончатся патроны. Может быть, разная ситуация вообще жизненная. Ну вот зомбарь. Патриков вроде вполне достаточно. Молоток скоро сломается. Это печальная вообще история. А я же брался бы... Да, у меня есть бы молоток. У меня даже бита есть. Ну да пофиг. Не забываем про то, что я, когда сделал швейную машинку, сшил себе вот эту вот кроватку, спальный мешок. Так что я теперь могу спать хоть в поле, хоть вот здесь вот. О, наконец-то. Можно было бы как-нибудь патрон обратно вытащить? У-у-у, фу, как у тебя пахнет изо рта. Ты, видимо, давненько не чистил зубы. Всю кукурузу в поле съел. В этом домике мы ещё не были. Мы были вон в том доме. Да, по-моему, в том мы были. Там крыша была сломана. А здесь мы не были. Напоминаю, чтобы сделать инженерный стол, мне нужен паяльник. А для паяльника мне нужен моторчик, которого у меня, к сожалению, нет. Ох ты ж, нифига себе! Я услышал только отрыжку. Машуня, ты где? Я слышу, что мне в правое ухо кто-то рыгнул. И знатно так... О, разнесли мазочки. Мазочки. Блин, а как правильно сказать? Уменьшительно ласкательные мозги. Маз... Ма... Мозги... Мозгочки... Маз... Ладно, пускай будет мазочки. Всё, заходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ещё Машка одна. Блинский. Теперь мне в левое ухо кто-то орнул. Ну, не кто-то, а Машуня. Левый, правый класс. Нет, левый от меня. Левый подбит. Правый тоже подбит. Но он ещё им видит. Вы чё, тут документы сжирали, что ли? Спальный мешочек. Сколько времени? Надо время посмотреть. 16.22. Блин. Со временем вообще траблы. Траблы, 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 траблы. О! Ещё погодь-ка. Ладно, давай молоточек добьём. Стой здесь. Не шевелись. Не двигайся, ага. Смотри, как он на меня умно посмотрел. Типа, ок, бро. Не переживай, я всё сделаю по-твоему. Но он же сейчас пойдёт. Ты посмотри, да посмотри, какой негодяй, а. Так. Я оглушаю тебя. Чё-то вышло из-под контроля. Что-то пошло не так. Здесь кто-то есть? Ух ты! Я вышел из бухты. Но в данном случае он вышел из кладовки. Хорошо. Я возьму... Сколько у меня места? 55. Блин, я ещё 5 килограммов с собой могу утащить. Вот нафига бабки? Надо было их оставить в том домике. Так, по древесине у меня 5. Ну ладно, давай разберём. Не думаю. Не думаю. Я думаю, что нам будет достаточно 7 древесины. Сейчас я здесь ещё поковыряюсь. Здесь вроде ничего нет. Это просто склад. Заложи. Ух ты! В гараже там много чего интересного. Сейчас все сумки забью нафиг. Приветик. Ты видел, как она от каски отскочила? Это очень смешно. Капец как. О, в ногах застряло. Очко! И без ног чувак остался. Слушай, ну что-то с зомбарями какие-то проблемы. Они вообще вяленькие. Видимо, они тут давно тусят уже и силы покинули их. Пока всё отлично. Пусто. Дайте всё. Надо пожрать. Надо освободить место в сумке. Сейчас пожрём. Можно аптечку... Да, в принципе, можно аптечку заесть. Она 2 килограмма весит. Картоху надо сварить, пожарить. Патрики может выкинуть, не знаю. Энергетик можем выпить. Сейчас ещё бутылку воды. В себя втащу. Кстати, в комментариях верно подметили, что ты ешь, ты пьёшь, но ещё ни разу не справлял нужду. Куда это всё уходит? Это великий вопрос. Может быть, пока я сплю, у меня там куда-то всё сцеживается. Не знаю, у меня там убер-крутая кроватка. Но мы же с тобой не в космосе, чтобы мы могли сцеживать весь пот. Весь кал и всю мочу, и потом перерабатывать это в нужные вещи. Как космонавты, да? Нет-нет-нет, мы не в космосе. Поэтому так не проходит. Так, у меня всё, сумки забиты, я ничего уже брать не могу. Как это обычно бывает. Привет. Мне нужен моторчик. А моторчик находится где? В машинах. Так какого чёрта я тогда обшариваю дом? Скажем. В надежде на что-нибудь интересное. Ух ты, как-то меня случайно окно разбил. А, нет, комп. Повредил комп. Тогда можно добить его. Ух ты ж, ёлк. Откуда ты вылез? Он действительно здесь стоял? Я его просто не заметил? Своим периферийным зрением. О, граната вернулась ко мне. Это же щебесь. А, кстати, а что я туплю? Значит, сколько? 4 килограмма. Самое тяжёлое, 5 килограмм. Я сейчас вот сюда кину. Я же могу сюда кинуть? Да. А, нет. Я думал, когда я убираю в инвентаре, у меня место освобождается в сумке. И, соответственно, вес уменьшается. Но нет. Я сильно хитро выдуманный. Но разработчик это предвидел. А ты откуда взялся? Ты что, из-под ковра вылез, что ли? Да, я пройду. Он заныкался под ковёр. Ты видел? О, робопёс наконец-то мне помогает. Гляди-ка. Хороший пёсик. Не дал пройти зомбарю и укусить меня. Хотя, как тебе сказать? Он меня куснул разочек. Но всё равно пёс меня спас. Так, уже темнеет. Надо фонарик включить на всякий. А, каска-то у меня... Да, каска есть. Странно, что... Подожди-ка, я уберу. Ага, всё. Работает и так. Каска включена. Что у нас здесь? Бинтики. Вот, кстати, давай-ка мы бинтиками сейчас воспользуемся. Вот так. И таблеточки ещё покинем. Обезболивающие. А, хорошо. Лучший энергетик всяких. Маш, привет. Я видел, что ты торопезничал, но извини. Нет, у меня прям слюни текли. Книжку можно почитать. Ага, ага, ага. Ночь на дворе. О, записка! Нифига себе. Давай почитаем. Здравствуй, Алонсо. Пишет тебе твоя мама. Как проходит твоя служба? Ты давно не пишешь мне. И я очень беспокоюсь. Понимаю, что благодаря твоей службе ты сыт и хорошо одет. Но меня беспокоит та опасность, которой ты подвергаешь себя каждый день. У нас на ферме так тихо и спокойно. Надеюсь, ты поймёшь моё беспокойство и вернёшься ко мне и твоей младшей сестрёнке. Сынок, я люблю тебя, твоя мама. Да, мамуль. Ты говоришь, на ферме безопасно. Ты видел? Кстати, это вот, наверное, мама была. Вот это вот. Ситуация. Кажется, я чью-то мамку грохнул случайно. А почему чью-то? Алонсо? Алонсо мамку случайно грохнул. Алонсо, прости. Я не хотел. Так вышло. Хорошо, что он сюда не вернулся. Хотя, как знать, может, он не вернулся. Ну, учитывая, что записка... Опс. А вот, наверное, сестрёнка, да? А это его бать. Ух, как она! Блин! Я думал, что я в эту гранату её газовую попал и разнесло и гранату, и её башку. Но... Вот эта ситуация. Капец! Сколько тут девчонок? Очень много. Видимо, и сестрёнок у него было достаточного лунса. Так, учитывая, что мы записку нашли, значит, Алонсо не вернулся. Иначе бы он тоже её нашёл. Значит, едим паштет. И, думаю, сейчас мы зомбарей зачистим. Домик весь проверим. И закроем двери. Если их до конца тут не выломали. И переночуем здесь. Так будет лучше, наверное. Гранаты. Ну, что ты гранату-то возьми? Во! Вот так. Можно ещё... Ладно, еду оставлю. Пойдём разберёмся с теми, кто тут... Дом пытается сломать. Тут я вроде всё проверил. К сожалению, телек не посмотрю. Во! Тут кто-то ломает. Чё-то кто-то тут ломает. Ага. Вижу. Привет. Ты в туалете была? Всё, короче. Сейчас надо двери закрыть. Сейчас мы двери закроем. Пойдём на первый этаж. Двери. Ага. О, кстати, можно в гараже поспать. Тут и место такое практичное. Ролета закрыта. Да, давай, наверное, здесь. Заходи сюда. Эй. Пёсель. Пёсель, иди, говорю, в гараж. Ну ладно, будешь охранять меня здесь. Сейчас я его выключу. Всё, выключим. Всё, спи. Сейчас я здесь двери закрою. На всякий пожарный. Патрики заберём. А, места-то нет. Всё, двери запираем. Я бы ещё приколотил их чем-нибудь. Доски-то у меня есть. Вот эти доски взять и приколотить. Где доски вот эти вот? 16 досок, нифига себе. Ладно, значит, берём наш спальный мешок. Первая ночь вне... Вне... Вне поезда. А как его расстелить? Подождите-ка. В смысле? Расстелись в спальный мешок? Эй! Чунгачкук. Так, хорошо. Если я просто его положу... Наверное, так и надо сделать, да? О, да, всё. Я его положил. Всё. Вы будете перегружены. Если заберёте спальный мешок. Ну ничего, мне просто поспать. Мне уже, кстати, 10% недосыпа. Поэтому надо поспать. 12 часов. А сколько времени? Сейчас, подожди. Засекаем время. 19.06. Самое время подрыхнуть. Спать. Ты подумал, что я превратился в зомбаря? Ха! Нет. Я просто хорошенечко зевнул. Потому что не выспался. Потому что... Потому что... Ну, сам понимаешь, в таком месте спать это очень опасно. Подобрать. Давай заберем. Не могу подобрать. Ладно. Съедим. Тогда что? Съедим, попьём. А, ну бобы. Вот, отлично. Всё, забираем кровать. Здесь моторчика нету. Вроде бы я здесь всё обыскал. Вроде бы. Так, на втором этаже я точно всё обыскал. Я думаю, что можно отсюда выходить. Тихонечко. Аккуратненько. Ой, запутался. Запутался. А, где дверь? А, вот она. Вот тут вот я ещё где-то что-то вроде... Подожди, а куда я пошёл-то? Я про робопса забыл. Робопёс. Как же так? Пошли. Давай, вставай. Включал. У него тоже зарядочка в норме. Здоровье тоже в норме. Он вообще никогда не устает. Так. Наверное, он будет уставать. И ему нужна будет подзарядка, когда я на него модуль нацеплю. Значит, тут я был. На второй этаж я заходил. Ну, всё, пойдём. Пойдём отсюда. Машина есть у тебя тут? Нет машины. Сейчас я бегу вокруг. Может быть, реально где-то тачка стоит на заднём дворе. Смотри, как гараж сделан. А как интересно отсюда выезжать на машине. Ну да, ну ладно. Вот это вот нормальный гараж, а там не, это какая-то фигня. Значит. Идём в следующий домик. Домик, домик, домик. Конечно. А, надо фонарь вырубить. Вырубили. Идём в следующий. Где-то вон там должен быть. Сейчас. Через поле, через лес. Вон. Вон дом. Вот туда мы идём. И там, кажется, машина... О, там несколько машин. И там вполне реально... Давай-ка я энергетикой бахну. Там, в том доме, вполне реально будут... Не в доме, а в машинах будут моторчики. Подожди. А, там стенка, вон, вижу. В том доме я был. Я круг навернул. Потому что я запалил вот этот канал. Так, фонарик у меня работает ещё. Ага. Сейчас я всё отключу. Робопёс, как обычно. В самом заду... В самом... В самом конце. Жалко, тут нет пистолета с глушителем. Он бы тут пригодился, чтобы не привлекать внимание. Когда ты стреляешь из АК. Значит, двигателя нету. Ну, не двигателя, а моторчик. Здесь тоже нету. Он в поезде есть. Но в поезд возвращаться так неохота. Он так далеко. Очень далеко. Может быть здесь? Так, напоминаю, что я прошарил всего три домика. Нафига себе. Три домика я прошарил. Ух ты! Ничего себе. Это типа амбар с сеном для коров. Нет, тут двигатели навряд ли будут. Я, конечно... Как ты замаскировался-то, а? Ещё и ударить умудрился. Блин, засранец. О, а это что такое? Подождите, это что это? А, это стул обычный. Я думал, там инструменты какие-то или ещё что. Там он ещё стоит. Сейчас посмотрим. Там он тоже каска чья-то торчит. Ой, патрики кончились. Надо перезарядку сделать. Зарядка, перезарядка. Тут ещё кровища хлещет, смотри-ка. Щитник! Для этого у меня есть что? Робот, отходи, пожалуйста. Отойди. Ух, как близко. Ага. Робот, прям тебе под ноги. Вот так вот надо кинуть. Ну же! Как это всё плохо. Фигово, что у гранат такая большая задержка. Они взрываются не там, где надо. Вроде пытаешься подресчитать, а нифига. Нифига не выходит. Есть второй ещё и ярус. Моторчики, моторчики. Ладно, посмотрите мне в втором этаже. Привет. А что это вы тут два голубочка делаете? Здесь ничего. Можно, конечно, ступочек разобрать, но... Ого, 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 ого. Так, пока тут тихо. Бамбалыла. Бах! Ой, Патрике, всё. Левел ап! Наконец-то надо грузоподъёмный свой поднять. Выносливость, сила. Значит, силу поднимаем. Теперь 64 килограмма я могу таскать. Это очень хорошо. Фигня, фигня какая-то. Ну блин, ну почему какая-то фигня? А, кстати, насчёт патронов надо забрать. Патроны надо забрать. Причём это патроны, по-моему, для пистолета, да? Да. Тогда их нафиг не надо. Оставим. Спрыгиваем. Хм. Что ж, оттуда мы пришли. Вон он, тот забор. Подожди, а это закрытый забор? Это закрытый забор? То есть я, получается, пришёл откуда-то вон оттуда? Это про тот, наверное, забор, мне сказали, который надо взрывать. А динамит у меня с собой? Динамит. Я его произвёл, наверное, но он остался там. На столе. На верстаке. Эх! Башка моя дырявая. Лучше б я башку там на верстаке оставил. Ну да, походу, смотри. Чёрт. Придётся возвращаться. Вот если бы у меня были сейчас сумки, я бы половину инвентаря скинул бы на своего робопса. Но, как понимаешь, я пропанился конкретно. Проклятие. Ворота заперты. И, похоже, открыть их некому. В местных болотах много серы. Я смогу создать простую взрывчатку, чтобы подорвать ворота. Да. Вот значит, что нам нужно будет теперь сделать. Окей. Возвращаемся обратненько в наш крутой домик. Погнали, песик. А может быть, всё-таки я сбегаю до поезда сейчас? Давай я, наверное, быстренько сейчас до поезда мотанусь. Надо же всё-таки робопсу сделать суммари. Короче, зашёл по пути ещё в один домик. Он очень похож на прошлый, потому что... Потому что сейчас тебе покажу, я покажу. Ну, смотри, во-первых, тут такая же кладовая. И вот тут вот лестница тоже забита, как в первый домик, в который мы зашли. А, это ты идёшь, блин. Испугал меня. В общем, домики абсолютно одинаковые. Я вначале хотел не показывать его. Типа, вырежу из монтажа. А потом подхожу сюда. А здесь ты погляди. Тут двигатель, моторчик, который мы, собственно, искали. Так что мне теперь не нужно будет бежать до поезда. Я надеюсь на это. Одного мне будет достаточно. Но теперь, поскольку я здесь, всё обшариваю вместе с тобой. Поэтому вырезать я больше ничего не буду. Мало ли, вдруг ещё какая-нибудь записочка будет. Сейчас всё проверим просто с тобой. Ух, как у меня руки-то трясутся. Страшно, ёкарный. Страстно, страстно. Очень страстно. Но хорошо, что тут есть туалеты. Так, там были патроны. Подожди-ка, подожди-ка. Вот эти патроны, они как раз от автомата. Отлично. Здесь ничего. Сейчас автоматы зарядим. Вот здесь вот у нас туалет. В туалете ничего не интересного. Подожди. Вот эти вот ещё я проверял. Это, опа, граната. Хорошо. Тут чё? Дробаш. Возьмём. Конечно же, возьмём. Значит, тут были... Давай с дальней двери. И... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Здравствуйте. Я дядь Ваня. Пришёл вас брать с поличным. От кроличика. Оу-ей. Смотри, кровь аж до стекла долетела. До окна. Бабки. Ой-ёй. Показал, что тут идёт. Ммм. Баблосики. Баблосики. Тут что-нибудь... О-о-о-о. Отлично. Вот это забираем. Автомат перезаряжаем. Походу, тут записок больше нет. Записка была только в одном доме. И... Ну, вот здесь вот ещё может быть что-то интересное. Нет. Походу, тут ничего. Хотя тумбочка... Нет. Нифига. Нифига патроны. Надо забрать. Нифига здесь нету. Направляемся к нашему шикарному... Домику у озера. Вон там вот что стоит? Это... А, это камень, я думал. Машина ещё одна. А-а-а. Тебе погляди, двери забыл закрыть. Вот я дырявая башка. Робопёс. Ладно, пофиг на него. Пока мы тут всё сделаем, он уже... Он уже должен приторобанить на своих четырёх лапах. Ну что, значит... Нам нужно сделать паяльничек. Паяльничек. Вот он. Можем сделать. Да, давай создать. Ой-ой-ой. Это же не паяльник, блин. Блин, 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 блин. Сейчас на стол... А, всё-таки он сделался. Чёрт, подери. Где паяльник-то? Как я так мог перепутать? Вот он паяльник. Но, слава богу, у меня железа пока хватает. Блин, разобрать бы эту штуку, у меня сейчас, походу, не хватает. А, как я пролетел-то сейчас вообще? Хорошо. Паяльник есть, его берём. Надо его вот сюда закинуть. Это не сработает. Теперь, 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 теперь. Вот он, где стак инженер... Железо. Добудь где-нибудь железо. А я столько его пропустил. Кстати, у меня что-то ещё... Уголь должен был оставаться. Да, он у меня есть. Можно сделать ещё динамит. Поэтому, поэтому... А, пороха нет. Мы можем сделать порох ещё. Да, вот, порох будет у нас. И тут два динамита у меня лежит. Вот он. Я их с собой забираю. Порох есть. Стой, подожди. Вот так. Динамит делаем. Три динамита. О, ну, неплохо. Надо, кстати, взять в руки и посмотреть, как он выглядит вообще. Отлично. Так, берём динамит. О, неплохо. Вот так вот он смотрится. Так, железо. Железо, железо, железо. Что, неужели, блин, с железом траблы? Ладно, пойду я на вылазку. Сейчас, по-быстренькому. Железо тут навалом. Это 100%. Так, ну чё? Давай-ка мы проверим динамит. Поскольку у меня его несколько штук, надо же всё-таки подорвать. Зажигаем. Кидаем. Ну-ка. Ну же. Я думал, сейчас будет, знаешь, типа, дождь из кусочков мяса этого зомби, зелёненький такой. Ну, ты сам видел всё. Она, как обычно, граната, короче. Я, на самом деле, ожидал большего. Вот здесь-то 100% железо навалом. Здесь, конечно, был недавно. Ну, вот. Всё, сейчас заберу. Всё пригодится. Всё железо вообще. Всё, железо набрал. Ты посмотри, какое количество. Семь железяк. Надеюсь, этого будет достаточно. Я просто не помню, что там нужно для апгрейда суммарей. Если там тоже железо понадобится, то это будет фиаско. Блин, оказывается, мимо кукурузы ходить так прикольно. На стелси. Такой подходишь. Жалко, нитки нет. Я бы сейчас удушающее сделал в машине. Промахнулся. Ох, какие у тебя страшные зубы. И твой рот такой огромный. Шатал я его в кукурузне. Да, о чём это я вообще? О том, что мы сейчас подходим к своему дому. У нас время 17.09. И нужно бы перевести дух. Как говорится, утро вечера мудренее. И, скорее всего, мы сейчас поспим. И потом будем делать этот станок. Этот верстак инженерный. Но я сейчас всё равно посмотрю, всё ли у нас хватает. Ну, должно хватить. И, наверное, его сделаем. Попробуем поставить. Если он не поставится, я всё прокляну и пойду в ночи к поезду. Значит, верстак. Подожди. Верстак инженер. Вот. Всё, можем сделать. Создать. Я молю богов и разработчиков зомби-эйсер, чтобы я мог поставить этот стол здесь. Значит, динамит убираем. Кстати, надо второй динамит забрать. Второй динамит. Вот он. Его кидаем сюда. Ну что? Встанешь здесь, столик? Столик здесь не встаёт. Чёртовы. Ну, как так? А может, я его просто вот так вот поставлю? Давай, ставься. Блин, ну почему ты так не можешь поставить? Вот граната можно так поставить? А, даже граната тут не ставить. А, подожди, а ствол? А, подожди. Наверное, надо сделать вот так. Нет. Вот это поворот. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я ничего здесь не могу поставить. Положить. Во, молот могу. Подожди-ка. А, он в виде коробки тут появляется. Чёрт. А динамит? Динамит нормально здесь. Ладно, я пошёл к поезду. Заодно, заодно. Сейчас здесь кучу серы наберу. Ночью, да, на болоте. Романтика. Вот серы, пожалуйста. Ещё серы есть? Дайте серы побольше. Просто, а вдруг окажется, что одного динамита недостаточно. Нужна связка из семи динамитов. А я сейчас серы наберу. Нет, это не серы. Вот серы. И сделаю эту связку. И сделаю ещё один динамит на всякий пожарный. Зомби очнулся. Ну да пофиг, он щитник. Он меня не достанет. По болоту так тем более. Я быстрее у него буду. Ещё серы, ещё, ещё, ещё. Сера, серы. Где ты? Сера. У пенсионера. В ушной раковине. Вот. Сколько я уже набрал? Пять штук. А у меня динамита два штука. Так что... Ещё одна сера нужна. Во, вот она. Всё. Сер достаточно. Можно отсюда чесать. Только я, кажется, потерял сама лица. Я от одной лужи перешёл к другой. А где тропинка-то? Тропинка? Ух, бугай, какую сзади. Чё так страшно-то? Ещё и ночью. Тропинка. А, вот она тропинка. Всё, вернулся. На путь. Исповеди. Сейчас должен через несколько километров, через несколько часов, а именно к часам двенадцати, учитывая, что сейчас шесть вечера, к часам двенадцати я должен добраться до поезда. Надо бахнуть энергетикой. Райд такой длительной и дальней дорожки. И чесать. Кстати, в принципе, в принципе, я могу прямо здесь вот-вот... Сейчас давай мы это проверим. Вон там зомби бежит. Мне вот даже интересно, я смогу здесь поспать, нет? Вот я выкладываю... О! Пожалуйста, спать можно только в зданиях. А, ясно. Теперь ясно. То есть в лесу под лунным светом поспать не получится. Знаешь, что самое страшное? Самое страшное, что там, где-то вдалеке... Сейчас я паналик выключу. В этой кромяжной темноте бродит мой робопес совсем одинешенько. У него даже нет ствола. У него даже нет модуля оружейного. А я его оставил там одного. Так, я не понял, а чей-то вы тут ходите? Бродите. Я тут всех тогда перестрелял? Я что, не по той тропинке пошел? Песеля, иди на выстрелы. Не, этого песеля я звал. Да давай шпакнем его уже. Так, да, да. Чёртова. Шпакля. Шпакля, шпакля. Я вроде тогда тут все... А, я на стелси тут проходил. Угу. Точно, точно. Поэтому я этих и не грохнул. Они там своими делами какими-то были заняты. Так, значит, сколько времени? 18.55. Пока нормально. Твою ж налево. Я же туда не поднимусь. Ай-яй-яй. О-о-о. Я эту дорогу проделал, а я совсем забыл, что у меня тут... Пф. Всё сломалось. Всё полетело. К чёрту. Тут же вон, обломился мостик, и мы теперь... Ух! Ух! О, нифига себе, я ещё его и доломал. Вообще красавчик. Блин, говорил же, утро вечером мудренее. Надо было поспать на утро, подумать ещё. Стоит идти или нет? Их, блин. Робот! Если ты на полпути меня слышишь, не иди сюда. Тут подстава. Я забыл про это, что мы тут прыгали. Ладно, возвращаюсь обратно. Знаешь где? Я по пояс в болоте. Да-да, именно в том самом болоте. Хожу тут в уточек стреляя. О! Сера тоже возьму, а чё бы нет. Сколько, кстати, сера весит? Сера у нас 8 килограмм сера набрал. Вот сейчас будет походу 9. Все сумки в сере. Да, 9. Одна сера это 1 килограмм. Короче, бегу на перерез, потому что робопёс, я его встретил, да, на полпути. Вон он, кстати, в воде там чешет. Я его встретил именно вот так вот. Он по диагонали ко мне выбежал. Соответственно, он сократил путь. Если он так прошёл, значит и я так смогу пройти. Ой, вот это вот, конечно, нехорошо. Отлично. Бабах! Вот она машина. Да, всё. Робопёс меня не подвёл. Сократили. Вот он, тропинка. Как ты думаешь, она ко мне бежит или нет? Маш, ты куда? Ты на поезд-то паздываешь? Прикинь, кажется, ко мне бежит. Не-не-не, не вздумай. Не вздумай на меня обливать. Смотри, какая там луна. Полнолуние. Что, что мы играем в зомби эйсер? Они в вампир эйсер. Сейчас бы оборотни вампиры повылазили. Это жутко, я тебе хочу сказать. От них только серебряные пули спасут. И колья. Да, кстати, про колья надо не забывать. И святая вода. Подбегая, я такой думаю, сейчас как я ему размажу мозги. И понимаю, что у меня дробаш с одним патроном. Сейчас вот зарядился. Может быть, я просто его оббегу? Зачем в него высаживать полубоймы? Правильно? Надо экономичнее быть, поскольку к поезду я сейчас уже не вернусь. У меня всего 57 патронов в запасе. И 8 уже заряжено. Так что надо быть экономичнее. Все, я дошел. Я дошел. Сколько времени? 20.53. А я говорил, что я до поезда только к 12 перейду. Успел туда-обратно сбегать до 12. Бегу вон в тот домик. Сейчас там забаррикадируюсь. Растелю себе кроватку. Мы поспим. И сразу же, сразу же... Нам еще же дожди. Динамита надо сделать, да. Идем в другой домик. Добрался. Я добрался. Гляди на время. 21.27. В принципе, быстренько. Двери закрываем. Робопес, я думаю, на улице поночует. Он все равно еще пока не добежал. Кроватку. Ну давай, растелась. Здесь кроватка кто? Ох. Тяжко. Вот. Все, спим. Встал не с той ноги. Ладно, забираем. Значит, нет-нет-нет, не спать. Надо забрать спальный мешок. Сделать еще раз динамит. Выключить фонарик, конечно же. Дожди-ка. Вот так вот. Вот. Сделать угля. Сколько у нас динамита? Два. Значит, нам нужно пять, шесть и семь. Семь угля. Пока уголь там делается, открой дверь. Песель. Песель. Эй. Робопесель. Он не вернулся к утру. Я буду помнить о нем. В прошлую ночь он где-то... А, ну он через болото гулял. Он по-любому где-то замкнул и остался на болотине. Сто процентов. Да нет, на самом деле он сейчас вернется. Он прибежит. Он не через такие... О, я же говорю, вон он. Иди сюда, я тебя обниму. Он же не через такие передряги переходил и выбирался. Ух ты мой красавчик. Вот так вот. Ну, чтобы больше не убегал, понял? Понял? Вот тебе за это свинца в лоб. Чтобы быстрее бегал за мной. Так, с углем там, наверное, все. С углем все. Семь штук. Ох, сейчас будет куча динамита. Делаем порох. Но все. Гулять да гулять. Готово. А еще я выяснил, что нам нужна связка динамита. Потому что тут написано, что хорошее решение для уничтожения больших ордзомби или непрочных сооружений. А у нас как раз-таки та стенка, это непрочные сооружения вообще. Там ветхое сооружение. И мы сейчас... Тряпки у нас достаточно. Мы делаем динамит. Нам нужно еще... Ой, нет. Тряпки. Тряпки недостаточно. Голод! Надо пожрать. Пожрать. У меня есть чипсы. У меня есть... Давай фасоль жри. Жри фасоль. Тряпка у меня вот в этих коробках лежит. Сейчас. Сейчас. Вот. Ее тут просто набалом. Ее обалдеть как много. Значит, делаем динамит. Пять штук. Шесть для запаса. Пластик кончился. Ну ладно, на пять. Фух, слава богу, на пять хватает. Кстати, если мне еще понадобится пластик, я могу просто выпить бутылку воды. И у меня будет один пластик. Готово. И теперь делаем связку динамитов. О, да. Зомбари будут счастливы просто. Сейчас такой подрыв будет. Сейчас все нафиг в щепки разнесу. Так, значит, там мы пришли. А нам теперь нужно... Нужно вон туда. Да. Вон там вот как раз. Такой между горами проемчик. И там, по-моему, те самые ворота. Бежим наискосок. Через рощу. Через поле. Через лес. Через кукурузные поля. О, пшеница. Через пшено я еще не бегал. Да, тут очень опасно. Смотри, если... Если ты бежишь, и вот тут вот на расстоянии вытянутой руки стоит зомби, ты его нафиг не увидишь. Ты в него прям воткнешься. А он тебя видит. Вот смотри, вот он, негодяй, бежит. Засранец. Где-то еще. Ох ты, Машка, блин. Завонял. Так, я пока башку вертел, я потерял, куда мне бежать-то надо. Я в правильном направлении вообще бегу. Запутался. Так, кажется... Не видно. Поднимай бошку из-за микрофона, чтобы увидеть выше... Выше этого пшена. Пшеницы. Но не вижу ни черта, потому что... Голова персонажа-то не поднимается? Я же не в VR, е-мое. Так, вон туда мне нужно. Да, вон она. Вон она, та стенка. Ну, выходи. Я вывел тебя на свет. А тут и все. Сидел в этой траве высокой. Ух, сейчас будет бомбалейл. Давай возьмем динамит, посмотрим, как это выглядит, связка. Похоже, знаешь, на что? Обычные петарды, которые под Новый год взрывают, подрывают. Там, типа, корсары, все дела. Ну все, дверка. Точнее, ворота. Ты готова, что я тебя сейчас разнесу? Что я тебя сейчас подорву? Так. Ну, динамит, по всей видимости, мне нужно сюда просто кинуть. Никуда его приклеивать не надо и поджигать и убегать. О! Ничего себе. Вот это сюрпрайз. Жалко, на него нельзя динамит кинуть, и он подбежал бы и подорвался. Там еще и Машуня бежит. Ну, короче, что я тебе могу сказать? Подрыв будет в следующей серии, поэтому, чтобы его не пропустить, ты знаешь, что нужно сделать. Подписаться на канал, если ты еще не подписан. Поставить лайк, сделать репост, показать другу, что в следующей серии будет крутой подрыв. Ну и ждать следующей серии, на которой мы с тобой, собственно, и увидимся, и услышимся. А еще супролэнт выходит. Ой! Я ее бахнул. Так что, еще и супролэнт надо не пропустить. Встречаемся в следующем выпуске. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok